Арсения Яценюка ждал холодный прием в Германии. К его визиту в Берлин эксперты Совета Европы представили доклад, в котором жестко раскритиковали ход расследования кровавой бойни на Майдане. По их данным, украинские власти блокируют следствие и препятствуют установлению истины. Яценюк пообещал разобраться, чем привел в негодование немецкие СМИ. Премьер обещал разобраться, но ведь его министры уже имели на это многие месяцы, возмущается руководитель украинской редакции Deutsche Welle Бернт Йохан. Так что в той критике, которая обрушилась теперь на Киев, нет ничего удивительного. Совершенные на Майдане преступления необходимо расследовать не только для того, чтобы воздать справедливость жертвам и наказать виновных. Тут речь идет и о том, отстаивает ли Украина такие европейские ценности, как верховенство закона. Для Яценюка, как известно, существует лишь один закон – во всех своих неудачах винить нашу страну. Вот и в этот раз на претензии Европы премьер отмахнулся. Дескать, расследованию громкого дела мешает Россия, где якобы скрываются важные свидетели и даже предполагаемые исполнители преступления. Но в подобные заявления Яценюка давно никто не верит. По словам европейских журналистов, если Украина так и не установит, кто виновен в гибели более ста человек в Киеве, то окончательно утратит доверие Запада. Но только вряд ли киевская власть будет спешить искать виновных. Рано или поздно корни этого преступления, заказчики и исполнители этого преступления будут скрыты. Это совершенно неизбежно. Но нынешние правящие группировки на Украине, это совершенно не нужно, потому что они прямо или косвенно причастны к этому преступлению. Если в Европе Яценюк только теряет доверие, то на Украине оно давно потеряно. От 22% голосов, которые Народный фронт Арсения Яценюка набрал на парламентских выборах, заняв первое место, почти ничего не осталось. 4,6% – такой рейтинг партии премьера сегодня. По данным опроса центра Разумкова, если бы выборы прошли сейчас, то Народный фронт даже не прошел бы Верховную Раду. Популярность самого премьера скатилась до статистической погрешности. Но рейтинг снижается вполне закономерно. По тем данным, которые я имею, у него рейтинг не более 2%. И это можно понять, потому что тот удар, который он нанес по экономике Украины, по нашему народу, конечно, он чудовищный. Я просто убеждена, что дни Яценюка на премьерском посту сочтены. На этой неделе жителям Украины было не до шуток. 1 апреля вступили в силу новые тарифы на ЖКХ. Цены на электричество выросли на 50%, на воду на 60%, на отопление на 72%. В народе уже прозвали политику властей тарифным геноцидом. Ведь повсеместные скачки цен происходят на фоне обнищания населения. По некоторым данным, за чертой бедности живут более 17 миллионов человек. Пенсионеры не могут позволить себе даже хлеб. У многих сдают нервы. Там даже полкило нету, 7,05 хлеб. Это мыслимо такое. Не буду никак выбрать. Но подобных угроз в Киеве не слышат. Как не слышат и стука шахтерских касок. Горняки уже три месяца не получают зарплату. Власти не хотят знать, что происходит в Чернигове, где вместе с тарифами ЖКХ выросли цены на проезд в общественном транспорте. На этих кадрах видно, как жители ворвались в кабинет одного из замов главы местной администрации с требованием вернуть прежние расценки. Яценюк отказывается замечать недовольство жителей, хотя митинги подобрались к самым дверям Кабмина. Активисты митингуют у здания правительства, требуя отставки премьера. Но властям на это просто наплевать. Вот как цинично прокомментировал глава МВД Арсен Аваков массовые претензии жителей к кабинету министров. Каждому украинцу предлагаю взглянуть на эти вещи таким образом. Ты имеешь то правительство, ту власть, которую заслуживаешь. Жители особенно возмущают, что зарплаты и пенсии сокращают в то время, как становится известно о случаях запредельного воровства. На Украине потерялись два боевых вертолета Ми-24. По данным прокуратуры, чиновники Нацгвардии Украины продали военную технику за границу, нанеся тем самым многомиллионный ущерб стране. Тем временем работы правительства недовольна и Верховная Рада. Депутаты намерены создать парламентскую комиссию по расследованию злоупотреблений кабинета министров, а также будут требовать на следующей неделе отставки Арсения Яценюка в связи с обвинениями в коррупции. И, похоже, главу правительства теперь не спасут даже Соединенные Штаты, которые когда-то делали на него ставку. Американцы поддерживают любую фигуру до тех пор, пока она полезна. Яценюк был полезен на этапе Майдана, но время идет, рейтинг Яценюка разрушается, ситуация на Украине меняется, поэтому он может быть уже не так интересен американцам. То есть, как только он станет фигурой негативно ассоциируемой, как только он перестанет эффективно выполнять возложенные у него обязанности, американцы про него забудут и сольют его. Яценюк поедет к профессорам в какой-нибудь там заштатный университет читать лекции про украинскую борьбу за свободу. В украинских СМИ сейчас активно обсуждается возможная кандидатура на премьерское кресло. Оказывается, не прочь занять этот пост олигарх Сергей Левочкин. Другой вероятный кандидат – председатель Верховной Рады Владимир Гройсман. Но все же главным претендентом на должность премьера считается нынешний министр финансов, гражданка США Наталья Ереська. Будет тогда апофеоз движения Украины, любимое слово к незалежности. Вот это будет вершина незалежности, когда премьер-министром страны будет гражданка другого государства. Эта ситуация, в общем-то, трагична для рядовых граждан Украины, потому что в наименьшей степени гражданка Соединенных Штатов будет заботиться о том, чтобы, в общем, сохранился какой-никакой жизненный уровень граждан Украины. Но, похоже, такая перспектива уже никого не удивляет. Настоящей властью в Киеве давно стало посольство США, а не администрация украинского президента. Страна все больше переходит на внешнее управление. И если раньше это скрывалось, то после конфликта Порошенко с Коломойским всем стало ясно, кто настоящий хозяин на Украине. Американцы давно уже никого не стесняются на Украине. Они напрямую управляют основными процессами, которые там происходят. Все, все маски сброшены. Украина находится по управлению. Ну, по крайней мере, процентов на 70-80. Вот это и есть результат того самого демократического Майдана, национальной революции, революции достоинства. Называйте ее, как хотите. Полная потеря суверенитета этой страной. Видимо, это полностью устраивает Арсения Яценюка. Премьер продолжает ездить по Европе с протянутой рукой, торгуя своей страной в качестве инструмента давления на Россию. Но такая торговля может закончиться уже в конце весны, когда, по прогнозам экономистов, наступит технический дефолт Украины. Тогда же придет конец и театральным постановкам по аресту министров во время заседаний, которые так любят проводить худрук правительства Арсений Яценюк.